Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют Сегодня утро, 27 июля 2019 года, лагерь потихоньку наш начинает пробуждаться, вот такая панорама возле нашего лагеря, Ранее утро, 5 часов утра, красота конечно неописуемая, ну и еще на небе я сейчас вам покажу, старый месяц еще, А здесь за моей спиной находится озеро, и когда погода станет более солнечной, зайдет солнце, я вам озеро отсниму и покажу. А всю ночь похрапывание коней, которые траву щиплят, сопровождало наш сон, но это нам абсолютно не мешало. Еще раз показываю вид из нашего лагеря, ну вот прямо по сей объектива это будет примерно расположение Синевирская поляна, но ближе сюда это врачище Черная река, река Озерянка, вот справа видите Попадью, справа видите гора Попадья, гора Попадья это западные горганы, гора Попадья это центральные горганы. Спасибо за просмотр! ну что наступило утро кто еще в палатках ну вот самое спортивное у нас уже раскладка костра произошла анатолий уже огонь разложил так игорь заготовочку друг сделал и очевидно скоро будет чайочек дарима готовится в озеро сейчас будет action вот кони подошли к нашему лагерю а кофе будем варить димыч только те кто вот возле озера димыч изучает обстановку вода кстати не очень чистая непонятно то ли может быть из-за дождя скорее всего из-за того что был дождь из-за того что был дождь сюда поэтому не очень чисто она как бы должна была быть прозрачная ну и вот эти ветки они конечно замусорили его могут давать тоже своеобразный куст панорама нашего лагеря костер раскладывается димыч готовит кофе ну а вот внизу вы видите панорама урочище черная река река озерянка начинается здесь это все сторону синевера ну что дела идут веселее однозначно вот пожалуйста так горах делается чаечек анатолий туда уже водички подлил димыч да чабрет собрал а толик собирал ефиночку листочки ну что ну вот костерчик так я видел одну пчелку да да ну что дорогие друзья ну видите сейчас будет самый приятный момент утренний димыч готовит кофе ну у нас по традиции дадим и всегда этим занимается это все его хозяйство никто так не сделает грамотно ну не грамотно как сейчас правильно правильно да как говорят это будет правильный кофе вот водичку не захотели брать из озера решили взять воду резервную так что сейчас кофеечек вот у нас что это у нас за кофеечек смотрим есть такое абсолют о андрей почувствовал запах кофе и доброе утро до вот саша водичку несет там уже водичка в котелке ну зачем рима сергеевна кони уже и так все видели но это палатка еще гремлет вообще нафиг идет а где сгущенка сгущенка там кофеечек готова доставай сгущенку ты достань сгущенку в рюкзаке и продолжает готовиться завтрак с нетерпением ждем димыч кофе бар уже закрыл все анатолий ты шо уже палатку начинаешь складывать потихоньку вверх ясно все ясно ясно вдруг она один четырех не трогай все давай мы попьем давай мы попьем давай мы попьем я собираю я собираю я собираю я собираю чтобы сразу просто сделать а вот технология такая Оля держит чаяк а у кого каша наташа Ну погода отличная Наш лагерь Заканчивается приготовление завтрака Ну вот С этой точки можно увидеть Весь массив Гора Горб Мы в таком кратере Как бы своеобразным Очень живописный кратер Ну вот эти вот Росыпи камней Которые вы видите Вот эти росыпи камней Я сейчас проведу Вот эти росыпи Почему и называются Горганы Росыпи камней Ну а перед нами Панорама Я уже говорил Ну справа Вершина гора Грофа Гора Грофа Попадья еще находится В Закарпатской области Тоже справа Возле Грофа Грофа Это уже Ивано-Франковская область Ну вот Выходим к озеру Вот это озеро И было конечной целью Нашего путешествия Горное озеро Озеро Это ледникового периода Называется Озеро Негровец Вот вы видите Какой горган Сверху Очень длинный горган Нависшие камни Тоже для скатывания Ну и само озеро После дождей Вода чуть-чуть мутная Мы ее прокипятили Чтобы пить Взяли с собой Запас воды Ну вот Ты водичку пробовала Утром, да? Угу Когда умывалась Да, хочу кстати сказать Для любителей Кто хочет сюда направиться Берите с собой Запас воды Потому что здесь По близости Источников нету Ну что ж, дорогие друзья Вчера не было возможности Показать место Куда мы прибыли Поэтому сегодня На обратном пути Я показываю место Нашей ночевки Вот вы все видите внизу Оно маленькое В диаметре Буквально метров 20 Озеро Негровец Ну находится Как я уже вам говорил В западных горганах Абсолютно дикое место Поэтому сюда Доходят Малочисленные туристы Места здесь Незахоженные Очень красивые Вот вы сейчас Видите панораму Которую я показываю Перед собой И вдали Это урочище Черная река Река Озерянка Отсюда вытекает И идет На Синевирскую поляну Ну а хребты В панораме На горизонте Это уже Ивано-Франковская Область Вот такой Красивейший Горизонт И сегодня Я с вами И мы Выдвинулись Домой Уже впереди И у нас Прохождение По Хребту И мы Выходим На гору Дарвайка Мы выходим На гору Дарвайка И С горы Дарвайка Будем Опускаться В Негровец Там стоят Наши машины Оттуда Мы Вчера Выходили Ну вот Дорогие Друзья Оля Поднимается Потихонечку И вот Эти кони Которые Вы сейчас Видите Справа Они Еще Сегодня Утром Так как Всю ночь Были Возле Палаток Они Еще Сегодня Утром Были Возле Нас Вот Вы За озером Видите Наш Лагерь Где стоял Лагерь Снят Все Выдвинулись Все Уже Поднялись Практически Наверх На Траверс Горба Но Если Вы Присмотритесь Внизу Еще Остался Андрей Андрей Внизу Вот Он Поднимает Я вижу Рюкзак Все Рюкзак На спине Выдвижение Выдвинулся Выдвинулся Андрей Все Пошел Вперед Последние метры До Траверса Вон Я вижу Димыч Наверху И Рима Рима Вы 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 Наверху Как Там Панорамка Поднимаемся Ну вот Дорогие Друзья Сейчас С этой Стороны Мы Оставили Рычище Черное Рико С озером Вышли На Хребет Это Спуск С дыры Барвина А мы С вами Вчера После дождя Шли По Этому Рико А мы С вами Поднимались Вот Снизу Села Негровец Перед вами Прекраснейшая Понравится Негровец Сейчас Мы Будем Подниматься Мы будем Подниматься По Траверсу Поднимаемся По Гребню Видите Крест Гора Горб И После Этого По Траверсу Будем Обходить По Часовой Стрелке Вот Вы Видите Гребень В панораме И По Гребню Мы Будем Опускаться В Месту Высники Наших Машин Через Вот Опять Мы Видим Скорзанера Пурпурная Я Уже Показывал В своем Ролике Когда Шли На Пикуй И Довольно Таки Ее Здесь Много Еще Раз Повторяю Это Краснокнижное Растение Скорзанера Пурпурная А Мы Поднимаемся На Вершину Горы Горб Вот На этом Гребне Который Вдали Наши Разы Стала Гроза Вы Помните Какой Бушевал Ливень Молния Гром Но Она Была Быстро Проглядящая После Этого Мы Снова Поняли С Дорожки Да Которые Сейчас По Оси Объектива Справа Вершина Горы Горб И По Дороге Мы Пошли На Крым Но Андрей Внимается Незаправа Зараза Заход На Дорогу А Дорогу Мы Пошли Пошли На Проглядь На Я понял А вот Вы Вы Правая Моя Правая К нам Это Стримба Да Самая высокая А За Ней Жетам Гаверла Петрус Да Не Гаверла Последняя линия, я понял. Самая дальняя линия горизонта. Стрымба. Вот такая панорама у нас. Вот такая панорама. А вон еще пару озер, но то лужи типа. А вот это село Перенис, вот это Глухомань. Село Перенис, а там свобода. Низгорская. Ну и прямо перед вами Паренки и справа Пападья. Тоже, конечно, есть желание сходить туда, но это на дальнейшие перспективы. Не пробив на рездво на стойку. Ну, думаю, что на рездво же надо бахнуть. Бахнул, 15 минут, змеи по ковру крокодилы, падает на четверенький, ржет. Доброе, что успел жене сказать, что мандрагор. Жена в интернат, реанимацию. Пришел и Гарри Поттер, через сутки очухивается в реанимации весь связанный. А через стену ходил, как Гарри Поттер. Он все делал. Через сутки серьезнейший дядька. Двое детей. Какой-то пробовал через стену зайти туда в другую. Ну, вот это вершина, гора Горб. 1800... 700? Ну, вот вы видите, как резвятся кони. Сколько энергии, сколько энергии. Здесь, на высоте, конечно, привольно. Альпийские травы, водичка. Да, гоняют друг дружку. Дорогие друзья, вы представляете, что такое пить кофе на высоте более чем 1700 метров? Ну, так показал навигатор. Карта показывает. Отметка 1686 или 81 метр. Не помню. Вот. Димыча сигнал опять достал. Четко. Андрей там. Наверху. Снимает. Так, мотор. Ну, Андрей, сейчас я попрошу тебя, чтобы ты... Мы будем идти объективом по часовой стрелке. И начиная с 10 часов там, да, Свобода, село. Покажи нам, расскажи вершинки, хорошо? Итак, поехали, дорогие друзья. Свобода. Так. Село Перенез. Так. Лже-попадья в Закарпатскую. Так. Вот прямо перед нами. Вот это так. Ну, Лже-попадья. Так. Сываня. Вот такая. Не Сывуля. Сываня. Сываня. Потому что есть Сываня. 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 Там, в Каргане. Это начало хребта Сываня. В конце хребта Сываня. Яйко-Илемский. Яйко-Илемский. Это Каргане уже. Справа от Сываня. Молодая. Такая пологая, но особенно крутая. Молодая. Справа от Молодой. Паренки. За паренками гроба. Так. То есть вот прямо сейчас по курсу объектива по оси. Это гроба? Да. Да. Вот гроба. Попадья справжнее. Прямо по хребту, да? Попадья. Справжнее Попадья. Вот это Петрос за Попадьей. Там есть еще такой Горганский. Ага. Потом вот Попадья идет хребет заднее, среднее, переднее. Он выходит на Стримбу. Так. Вот Стримба перед нами. А там далее, в долине, это еще и хребет Игровец, Высокая. Ага. Это там урочище Пекла есть. Ну, красивые это уже. Название слышал. Восточные Горганы. Ага. Вот там, вот Буковель, вот там далеко. Это Саняк, Хомяк и под ними Буковель. А вон в самой дали, под тучами, видно очень красиво Гаверло и Петрос. Так. Левая Гаверла и правый Петрос. Но их только чуть-чуть за кромкой, под кромкой горизонта видно. Левая Гаверла, правая Петроса. Гаверла как бы ниже даже сейчас кажется, да, Петроса? Ну, они еще там 40 метров высота. Ну, разница между ними. Ну, да. Они красивые. Ну, и там перед ними Сельвец-Близница, Стримба. Стримба? Да. Красная. Красная. Апицкая. А где Апицкая? Дубовое, да? Все туда. Апицкая. Ага. Вот это была не Апицкая перед нами. Апицкая. Ну, тут красная. Да, я понял, я понял. И вот начало Боржавского хребта Полонина Кук. Вот такая, что имеешь полоску леса. Сверху Полонина. И она уходит вон аж на великий верх. И от великого верху влево. Стой. Вот можно спичечку заполеть. А я когось спички? Благодарю. И гора Гропа. Или Гропа. Пешконьская. Перед нами. И негрови. И гора наигрывается. С которой... Все, спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот, мы спустились с вершины. Бэкмут-Раверсу. Мы спустились с вершины горы. И горячу. Вот эти камни. Они проходимы, когда идет дождь. И скользкие. Очень тяжело. Надо быть максимально на пределе. Быть внимательной. Техника безопасности. Потому что можно поскользнуться. И очень легко получить травму. Поднимаемся дальше. Так, вот Оля и Наталья собирает исландский мох. Здесь есть своя специфика. Я специально сейчас подойду, чтобы вы посмотрели. Ну вот, видите, набрали буквально за пару минут. Ниже уже его не будет. Сами знаете, это целебное растение. А вот как он собирается. Вот, Оля показывает. Значит, раздвигается. Раздвигается. Его не видно. После этого, когда нашли верхушечку, ее потихонечку надо вот так вот вытягивать. Вот классический. Классический. Вот перед вами исландский мох. Как он собирается в горах. Подходим к следующей вершинке. Вот перед нами часть, где мы видим. Вот очень хорошо видно Гаверлу и Петрусдали. А вот перед нами полонина. Если вы сейчас прямо по оси объектива смотрите, между деревьями, кромочкой леса, пятнышки белые, это колыбы. Место нашего обеда. Сейчас, может быть, получится там брензу взять. Вот мы сейчас двигаемся туда. Это наша цель. Дорогие друзья, у нас начинается новый участок маршрута. Вы видите, какое покрытие. Это камни. Вот это то, что называют горгоны. Ну, а, соответственно, горы Гарганы. Мы сейчас с вами в западных Гарганах. Вот. Те люди, что более или менее не подкрепились утром, сейчас доедают что-то. Димыч сохраняет хладнокровие. Мы с ним подзарядились полностью. Овсяночка была. Чаёчек был вкусный со сгущёночкой. Кофе со сливками. Сырнички, смотри. Сырнички, да, да. Ааа. Вообще сила. Такая сила всё это было, да. Однозначно. Ты хоть покажи одну штучку. То, что набрало. Ты это скушишь или дашь любимому отцу? Так, пожалуй. Ну, конечно. Не было видно, что... Ну да, сейчас так и сделаю. Рима, идёт фотосессия. Ты идёшь на видео одновременно. Видос, конечно, красивый. Всё? Это всё? Закину ещё нас. Нет, так туда ножку закинь. Ножку закинь, так... На ту сторону. Надвесную, надвесную. Ты мне споткнул? Вон, там две ноги есть. Одну ногу левую перекинь туда. И пятку поставь туда. Это уже очень страхопудно. Смотрите, смотрите, вот отсюда. Она уже боится. Пробуйте отсюда, Петрович. Красивая. Отсюда, вон. Очень, очень. Всё. Ну, держись. Я тоже перехожу в режим съёмки. Дорогие друзья, мы сейчас будем спускаться к Лэгону. Последняя возможность запечатлеть тот маршрут, который нами был сделан по гребню среднего плана. Вот мы после этого поднимались. Гора Порвимок. Вот. Вот вы видите гора Горб. Прямо по оси объектива. Вот. Ну вот, дорогие друзья, вы видите вдали во всей красоте эта панорама села Калачава. села Калачава. По всей красоте эта панорама видна. Ну, по протяжённости такое длинное. Видна сама река. И, мне кажется, на самом переднем плане, так как это села, если влево, то это село десяти музеев. Это была, как называют Калачава. Вот там как раз это площадь из левого села. Она еле-еле видна. Если вы от объектива сантиметра два дойдёте влево, то из-за времени отстраданного плана вы увидите более скрытый шаг. Ну вот. У нас сейчас на этом месте будет обед, маленький отдых и после этого выдвижение вниз на Калачаву к стоянке машин. Спускаемся вниз к Калыбе. Ещё буквально несколько десятков метров и мы выходим к воде. Вышли к Калыбам. Сейчас пойдём в разведку, узнаем, есть ли молоко. а группа останавливается и в тени еле сейчас у нас будет обед. Это сегодня последний привал. Последний привал такой с питанием вместе и отсюда уже сейчас будем находить пастухи сказали 200 метров вправо к ручью и дорога, которая выведет нас прямо к автомобилям. Мы решили сегодня на Дарвайку не идти, потому что для этого ещё нужен целый день, ну и хотя бы день и одна ночёвка. Вот так. делается нарезка, Наталья колдует, Димыч думает делать кофе или не делать, наверное, уже не будем больше делать кофе. будем делать. Рима чем занимается? Ясно. Против чего она на лекции считает, что самое вредное. Сейчас она это наяривает. Дорогие товарищи зрители, только на моём канале вы можете посмотреть это. Лектор, который вам внушает о вреде вот этих продуктов в данный момент, сейчас с большим удовольствием и с улыбкой их, кстати, и наяривает. Ну а здесь мы вам показываем Сашу. Саша у нас сегодня без носков. Такая ситуация у нас сложная чуть-чуть получилось, но не страшно. У меня где-то у рюкзака есть, надо весь рюкзак распаковывать. Так, и Анатолий внимательно изучает карту, внимательно изучает. Если можно мне её показать поближе Анатолий, показать где мы были? Открывай, да? В данный момент, да? Да, в данный момент. Отлично. Толик, так ещё раз верни. Альбомно, да, чтобы я... Не-не, наоборот, альбомно, чтобы я... Это книжная. Альбомно, да, чтобы я вот её поднёс. Ну что же, отлично. Друзья, самое ценное это вода. Ощущаешь, когда её нет, ощущаешь, что такое вода. Игорь и Андрей с полными запасами воды подходят к стоянке. Очень далеко. Сколько? 200 метров, да? Ну, дорожка какая-то или как? Дорожка идёт, да? Ага. Вначале. Так, такая финансия. Отмена подружка, она до того не может. Воно и такие... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok